Опыт Ульяновска уникальный должен быть распространен на всю Россию. Именно эти слова прозвучали от уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова. Своё отношение к усилиям региона по формированию справедливых тарифов он выразил на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС в Москве. На фоне общего недовольства от повышения цен на электричество, воду, газ и прочие коммунальные блага, наш регион пытается выстроить эффективную систему оценки этих услуг. Федеральные экономисты из Института Столыпина и правозащитники готовы помогать. Подсчёт затрат и оценка справедливости платежей идёт во всех субъектах Российской Федерации. Однако результаты есть только в двух. Мы работаем больше, чем с десятками регионов, но в некоторых регионах мы уже имеем результаты. Этот результат мы имеем в Карелии, где тариф был снижен в результате той работы, которую мы проводили по анализу уровня тарифов в Карельской Республике. И этот результат есть в Ульяновской области, которая пошла на сотрудничество с нами. Мы провели анализ. В результате было принято решение о снижении тарифов в Ульяновской области. Но не всё так просто. Компании, до недавнего времени получающие деньги, ни за что не согласны отрываться от кормушки. К примеру, благодаря анализу и законодательной деятельности губернатора, только по компании Т-Плюс исключены расходы на сумму 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это означает, что ещё пять лет тарифы не поднимутся. При решении и создали площадку общественно совершенно другого, новой формы общественно-экспертного контроля в сфере тарифообразования. Мы актуализировали составом комиссии Ульяновской области по мониторингу за соблюдением законов области регулированных тарифов на услуги и субъектов естественных монополий. И мы создали по-настоящему независимый межведомственный коррекционный совет при правительстве по защите прав потребителей. В других регионах ситуация, по словам экспертов, весьма плачевная. Ресурсники умеют экономить на качестве, но при этом берут с граждан по полному тарифу. Представьте себе, у этих регионов принимаются решения без дифференциации по видам провода, по видам прокладки, что позволяет ресурсоснабжающим организациям осуществлять работы совсем с другими проводами дешевле и так далее. Хотя это предписано законодательством устанавливать конкретные виды провода, конкретные виды прокладок при установлении ставок на тех присоединениях. По сей день ситуация такая, что дают возможность зарабатывать на ровном месте экономически необоснованно. Приведение всех составляющих тарифа к данной законам норме, задача исполнения которой приведет к снижению цены, улучшению качества предоставляемой услуги. Эксперты уверены, это еще больше взвинтит цены. Пример опять из Ульяновска. Расходы ПАО «Ульяновск Энерго» сокращены на 783 миллиона рублей, что позволяет снизить сбытовую надбавку, включаемую в тариф, почти на 46%. Тарифы водоканала оставлены на уровне 2018 года, хотя предприятие хотело их поднять почти на 123%. Транспортировка газа тоже подешевела в разных случаях от 6 до 25%. Есть и другие снижения. Однако Сергей Морозов не собирается останавливаться на достигнутом новаций, нужны и заниматься их выработкой. Будет новое ведомство. Администрация развития и реформ, именно так будет называться окончательно этот орган. Это такой симбиоз органа исполнительной власти государства, государственной власти региона и проектного офиса. Его будет возглавлять Мария Евгеньевна Алексеева присутствует. Она сегодня заместитель председателя правительства, может быть для нее это будет впервые известно, но уже в начале следующей недели она будет первый заместитель председателя правительства и заместитель губернатора. Ульяновская область – регион новатор, и это звание нужно удерживать. Быть первым трудно, однако дивиденды появляются раньше. Битва за тарифы, которая сейчас идет в судах, не видна обывателю. Ресурсники не хотят снижать цены, но закон, власти и эксперты уверены, это сделать придется, и работать при этом они смогут. Прибыль и грабеж потребителя не синонимы. Этап коррекции тарифов наш регион прошел вместе с Карелией. Всем остальным субъектам нашей страны это еще только предстоит. К слову, уже два суда областной и высшей инстанции признали требования региона справедливыми. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.